Про мое любимое, про твой дисс с Оксимироном. О, летс го! Интегральная гипербола, ректальный кибернетик, на твоей кровати ебутся п***ки. Давай начнем с базы, как говорится. Насколько я понимаю, у вас был какой-то общий чат, где вы переписывались. Можешь объяснить, где он был? Это был в WhatsApp или в Instagram? Общего чата не было, нет. Просто, ну, мы просто переписывались, по-моему, в Insta. Ну, вот смотри, насколько я понимаю, в твоем диссе в клипе был скриншот из какой-то переписки, где были слова «А я думал в Стамбул в жопе привезти, как подарочек». Скажи, это из переписки с ним? Я не буду раскрывать всех карт. Это неправильно. Я все-таки уважаю своего оппонента, знаешь, и не хочу таких заголовков тебе давать. Нет, просто смотри, у меня родилась теория, что ты переписывался с Оксимироном, потом в какой-то момент написал шутку, честно говоря, уебанскую в твоем стиле, вот это про м*** в жопе. А Оксимирон, ну, как бы человек, который уже инагент, понимает, что любую переписку потом могут использовать. Он как бы точно не готов ни с кем переписываться про наркотики. Стой, а это было, типа, от кого-то сообщение или от меня, типа? От тебя. А, это я написал? Да, да, да. А, блядь, нихуя себе. Вот, и у меня теория такая, то есть ты можешь опровергнуть, этого я не знаю, что он увидел Оксимирон, что ты ему что-то пишешь про м*** в жопе. Понятно, испугался, подумал, что за дегенерат мне пишет это, ну, как бы потом еще предъявят про наркотики. И перестал читать, как я понимаю, и последнее твое голосовое сообщение он не прочитал. Началось все с того, что мы как раз переписывались в Инстаграме, и там он не прослушал от меня голосовое. И он сначала в какой-то своей песне сделал строчку «Голосовые от Моргенштерна не прочитаны». Я такой, ты что, еблан этим выебываешься сейчас? И я, типа, начал над этим угорать. И в своем дисе вот я над этим и посмеялся. А потом ты уже про м*** в жопе написал. Ну, блин, наверное. Я не помню, как это время бьется. Ну, зато хоть нам теперь стало понятно, почему у тебя в райдере везде вазелин, Моргенштерн. Для перевозок теперь мы знаем. Нет, слушай, на самом деле у нас там анальная смазка есть, не вазелин. Я тебе объясню, для чего. Потому что у нас все-таки пятеро мужчин в коллективе. Дальше не объясняй, Морген. Это называется проверка организатора. Если он тебе звонит и говорит, ну, что, блядь, реально вам надо, значит, он прочитал все. Он молодец. Как ты писал дис на Оксе? Делали вот этот бит смешной, залупа, пение с Херси дела. Написал тексточек сразу же. Сразу мы сняли клип. То есть это было очень быстро. И все это время я находился в запое. Мне казалось, что я типа ебать, что творю. А на самом деле, если сейчас посмотреть, дис, ну, он, дис слабый получился. Я это понимаю. Просто я тогда, видишь, на запойных движениях, мне казалось, что все круто. Сейчас я понимаю, я не постарался. Ну, вот, ну, че, че уж кулаками после драки махать. Как бы битва за ним. Очень многие обзорщики на этот дис были тогда в восторге от Мирона. Я думаю, ты это знаешь, все это ты видел. Ну, он сделал охуительно. В том числе, меня поразил Егор Крит, который вдруг стал говорить о том, что как классно Мирон тебя зацепил по поводу твоей нерукопожатности. Что настоящие рэперы, как бы, действительно считают тебя нерукопожатным. И он, мол, Егор Крит тоже. Вот я его рак все не смотрел. Да, ну, мы это покажем. Йоу, чувак, типа, ты хочешь быть в респекте, понял? Рукопожатым. К старшакам. Типа, ко мне, там, понял? К уважаемым, типа, рэперам. Настоящие рэперы считают... А кто настоящие рэперы, интересно? Ну, видимо, Егор Крит, он себя тоже как-то причисляет. Ты, кстати, как? Он мне рук ужал. Он мне рук ужал. Видимо, он не рэпер. Но ты его насколько вот... Слушай, я тебе скажу так. Считаешь уважаемым рэпером, Егора Крит? Я тебе скажу так. Мы просто... Мы с Егором же какое-то время общались, делали вместе песни. Все было круто. А потом, я не знаю, что такого произошло, просто как-то вот мы перестали общаться. И, знаешь, какую-то я непонятную обиду на него затаил. Хуй пойми за что. Вот реально, сейчас я понимаю, что, скорее всего, я просто бухал все это время в Дубае. И всем завидовал. Я думаю, блядь, а что он, сука, а ему можно, блядь, в России выступать и там концерты собирать. А мне нельзя, блядь. Я вообще, я всем завидовал. Я был такой, такая мразь неприятная. Всех задирал, там, вон Кезару, блядь, Фейса. Иван Гаю досталось даже, блядь. Я реально, я сидел злой, завистливый, просто уебок и просто на всех желчь брызгал. Заканчивая как бы эту тему про Окси, вот ты говоришь, ну да, он меня там 8 минут посвятил, вот это все разорвал. Я знаю, что ты не любишь заумных сравнений, но мне кажется, вот это прям очень в тему. Знаешь, в 2016 году была встреча патриарха Кирилла и Франциска, папы Франциска. Удивишься, она не знаю. Да, но эту встречу как бы ждали верующие во всем мире, потому что понятно, что православная церковь и католическая, много проблем между ними. И вот вдруг они встречаются. И весь религиозный мир как бы замер, эту встречу показывали, снимали. И она началась с того, что патриарх Кирилл сказал, как радостно, что мы наконец-таки с вами смогли встретиться. На что папа Франциск ему ответил, да, я тоже благодарю Святую Троицу за то, что такая возможность у нас появилась. И потом все комментаторы этой встречи, журналисты считали, что как бы папа Франциск в каком-то смысле победил в этой как бы религиозной дуэли, потому что он первым заговорил о Боге. Это очень важно, кто первым задал определенный уровень дискуссии. Вот мне кажется ли тебе, что проблема диса твоего про Окси и диса Окси про тебя как раз в том, что ну у тебя это все на уровне опять на твоей кровати ебутся. А у него он сразу сказал, что слушай, мое дело развлекать пустяками во время войны. И как бы ну ладно, мальчик, я тебе уделю внимание и немножко поговорю о тебе. Нихуя себе, немножко уделю внимание, поговорю о тебе. Он, блять, 8 минут мне посвятил. Ну подожди, ты понимаешь, о чем я сейчас, да, вот про уровень, который задается. И дело здесь не в войне, а о том, что они надо говорить. Ты хочешь сказать, что он сделал диск круче и выше головой, да? Ну не совсем, я пытаюсь объяснить тебе, почему круче. Я тебе могу объяснить, почему. Потому что он ебать постарался, он столько поднял тем, столько нарыл фактов интересных. Он задал планку сразу, он сразу показал, что есть тема гораздо важнее, чем ты. Есть тема войны, есть тема того, что происходит в мире, но так и быть, сейчас я спущусь и поговорю о тебе. Нет, 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 это был диск про меня, где он одну строчку посвятил войне, а не наоборот. Оксимирон это заумный, блядь, ботан, который типа нихуя себе интеллигент и все такое, я это прекрасно знаю. И да, мы как бы у нас... Ты считаешь, это признак заумного ботана? Не, он же не то, что хочет из себя построить, знаешь, какую-то сверхинтеллигенцию. Он наверняка таким и является, он действительно там Оксфорд закончил, что-то еще, блядь, делал. И здесь просто видишь, здесь битва говна и мочи, понимаешь? Он типа заумный пиздец, какой-то весь там Оксфордский типок, а здесь просто долбоебик, который говорит, «Эээ, Оксимирон, на твоей кровати петь и кейбута, ээээ». Как это можно сравнивать? Как это можно сравнивать? Ну, так я об этом говорю, это уровень дискуссии. Это не уровень дискуссии, это говно и моча. Это два разных представителя, да, понимаешь? Не понимаю. И это, вот, это нельзя сравнивать. Другое дело то, что сейчас Оксимирон пытается стать мной. И я на это смотрю и думаю, ты шо, блядь, делаешь, дедуля, нахуй. Это в чем он пытается стать тобой, простите? Факт, факт. Слушай, в том, что... В чем конкретно? То он пытается, знаешь, из себя вот молодиться, как-то что-то жопу там в диссе показал. Вот, кстати, про уровень дискуссии. А как тебе то, что он жопу показал? Пустяки это во время войны? Ты видел, что Слава Марлоу сказал про твой дис? Нет. Он сказал, что после него мне захотелось помыться. Но вообще Морген хороший парень. Ну, я могу его понять, я могу его понять. Я действительно сделал грязно, неприятно, и я не горжусь этой работой, если ты к этому клонишь. Я не горжусь. Я понимаю, что битву, эту битву с Оксимироном я проиграл. Но как будто война с ним у нас сейчас продолжается. И, например, вот тот же мой клип «Черный русский», да, ну, по всем параметрам выебал его дис. По всем, там уже больше просмотров, хотя от диса год прошло, а от клипа месяц. Но только мне еще за это миллион долларов дали, блядь. Получается, я победил. Слушай, ты еще говорил, что один из самых больных моментов в дисе Оксимирона были как раз вставки Дилары про тебя. Что тебя это на самом деле больше всего ранило. Алишара просто больше нет. И это очень больно, хранить живого человека. Ну, когда ты впервые увидел эти два ролика еще, да, Дица, вот что ты почувствовал? У тебя было такое ощущение обиды, что это такой хайп на себе? Нет, 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 не было никакого ощущения обиды. Это просто было, опять же, очень неестественно. Мне так жаль, что все вышло именно так. Потому что это мой самый любимый человек. Потому что я никогда не была счастливее, чем в день нашей свадьбы. Потому что я действительно хотела быть частью его семьи, быть его лучшим другом. Я просто смотрел и думал, ну куда ты? Ну, видно же, что ты... Ай, это просто очень неестественно, знаешь. Возможно, да, это попытка хайпа какого-то. Но ей ведь тоже надо что-то от развода получить, правильно? А то я ничего в браке не купил. Делить нечего. Хоть видос пусть снимет. Там, кстати, были комментарии под этим видео, что блогинг передается половым путем. Ну что, она как бы делает такие первые шаги. Интересно, канал у нее начался с расставания с Моргенштерном. А потом уже брак с Моргенштерном. Там все предрекали, что следующее видео. Дети с Моргенштерном. Заканчивая тему с Окси, была вещь, которая меня просто порвала. Я, вот честно, редко когда вот смеюсь в голос. Это твой стрим с Гнойным. Где на фоне портрета, мы обязательно это покажем, Оксимирона. Вы в каких-то шапочках Деда Мороза. Реально, как две бывшие телки. Значит, обсуждаете ваши травмы, значит, от Окси. Параллельно рассказывая, кто в каком рехабе, значит, был. Ну вот честно, немножко ревнуешь, как бы. Есть какая-то, знаешь, такая нотка несправедливости внутри. Что вот восьмиминутное произведение, оно вот не в твою честь. Не, ну в мою честь, там он там вокруг меня скакал. Ну то есть какой-то трэш этой серии «Собираем деньги отомстить бывшему». И вы реально как две брошенки на фоне, значит, этой заставки с Окси его обсуждаете. На-ху-я. Ну ты же сказала, ебать ты в голос смеялась. Вот ради этого. Значит, у нас все получилось, Ксюш. Не, ну ты понимаешь, что ты выглядишь не в лучшем свете. Я же смеялась. Я понимаю, что я тогда выглядел, правда, в хуевом свете, да. Ты это понимал? Ты не мой голик. Нет, то, что тогда тебя... Конкретно какая претензия? То, что мы хайпим на имени Оксимирона? Нет, смотри, претензия в том, что ты как бы себя мыслишь равно великим. Вы там с Окси друг на друга диссы записываете, у вас какие-то дуэли. А тут ты сидишь как бы с Гнойным под его портретом. Ну это же смешно. Вы несете какую-то хуйню, играете потом в шахматы, подключая пьяного Хованцева. Ну это же смешно. Собираете деньги на бой с Оксимироном. Ну это же смешно. Я понимаю, это может выглядеть как угодно, но это смешно. А мы, мы людей пришли развлекать.